Баян, у нас сегодня в гостях женщина-феминистка, женщина-гиндеристка, мать, жена и бабушка. Ну, а я бы добавила такую фразу, которая мне очень понравилась, цитирую. Мужчина, который указывает женщине место в обществе, вовсе не мужчина. Ну, забудь свои былые обиды, я понимаю, о ком ты говоришь сейчас. Ну, это женщина, сегодня у нас в гостях. Добрый вечер, вы смотрите Sky Studio, с вами вновь Баяна Сентаева, Динара Саджан и наш сегодняшний гость, президент Ассоциации деловых женщин Казахстана Раушан Сарсимбаева. Люблю красивых женщин в нашей студии. Они держат нас в тонусе. Добрый вечер, присаживайтесь. Ну, мы вообще обычно здороваемся, целуемся. Да-да-да, замечательно. Мы же девочки. Мы девушки, еще те. Раушан Берегланов, у нас в обществе так сложилось, что если женщина начинает говорить о своих правах, то она сразу феминистка. И когда я сказала о том, что я вступила в Ассоциацию деловых женщин Казахстана, мне сразу сказали, а, ты теперь с феминистками. Почему так? Сам феминизм, основа гендерной политики, они, это были женщины, они поняли, что в принципе они настраивают весь мир против себя. Мы же не за то, чтобы там занять чье-то место или сдвинуть кого-то с престола и так далее. Мы просто говорим, что женщина это тоже человек. И она обладает теми же правами, что и мужчина. Но это все в обществе, мужчинам, а иногда и женщинам воспринималось так негативно, так агрессивно. И тут поняли ученые, гендеристы мы их сейчас называем, о том, что не должно быть противостояния. Когда я 20 лет назад произнесла слово гендер, ни в парламенте, ни в правительстве, вообще мне не понимали. Раушан, ты что, перепутала гендер с тендером? Я говорю, да нет, вы знаете, это гендер вот это, а тендер вот это. На меня все так смотрели. И в конце концов я пришла к тому, что нужно все объяснять очень доходчиво, очень на каких-то образах, на каких-то сравнениях и так далее. И к этому времени я говорю, вы знаете, а вы знаете, что такое секс? Ну, кто не знает в нашей стране все секс? Ну, говорит, да, знаем. Я говорю, ну что такое секс? Объясните мне. Все занимаются, но объясните, кто не может. Вот, знаете, такое молчание в аудитории или там в кабинете и так далее. Вот, я говорю, это тоже что и гендер. Просто секс это, ну, это физиология. Подождите, ваше понимание секса это равноправие? Вы знаете, это вот гендерная политика и вообще социология о гендерной политике, она основана именно на том, что природа уже создана. Не надо ничего придумывать, не надо ничего выдумывать, какие-то теории и так далее. Природа все создала сама. Просто надо посмотреть и прислушаться к тому, что же во взаимоотношениях мужчины и женщины, что правильное, что неправильное. Это половинки одного целого, их нельзя невозможно раздвинуть. И мужчины не могут без женщин существовать, и женщины без мужчины не могут существовать, потому что это только одно целое. Скажите, а вот все 20 лет, чтобы руководить ассоциацией, вообще главное направление вашей ассоциации, в чем заключается? Вы знаете, у женщин предпринимателей же не было в прошлой жизни, в советском периоде. Мы были все преподаватели, мы были все врачами, мы были учителями, мы занимали интеллектуальную нишу, были элитой такой, да? Я там закончила аспирантуру, защитилась, и вдруг вот эта перестройка. Есть нечего, идея одевать не ваш так. И вы понимаете, и какой-то такой идеологии нет. И куда идти, что делать, и все. Наши женщины тихо-молча берут сумки вот эти клетчатые, едут в Польшу, едут в Турцию, едут в Китай. И вот появилась новая абсолютная категория. Это женщины-предприниматели. А вы что делали в этот момент? Я была такая же предпринимательница. Вы тоже взяли сумку и поехали? Да, конечно. Я работала на кафедре, закончила аспирантуру. Это было престижно, вы знаете, попасть на стажировку, в аспирантуру. Закончить, это было просто, знаете, не всем дано. Тут нужно было трудолюбие, тут нужно было абсолютно масса таких твоих способностей, чтобы ты понимаешь, что ты должна удержаться на этом интеллектуальном олимпе. Ты заканчиваешь, и ты понимаешь, что ты никому не нужна. А более того, мы же мамы. Эту мою девочку, значит, я в садик не могу одеть садик. Вот сейчас, Динара, у тебя малышка, да? Попробуй ее. Не в платьице ты не можешь одеть, ни бантик не завязать. А самое главное еще колготочки белые дойти. Где? Нет, просто нет. Берем с подругой, едем в Польшу. Я поняла тогда, что мне ничего не страшно. Я стала женщиной-предпринимательницей. Таких было тысячу. Мы не знали, что предприниматели. Нас называли, как только, и челночницы, и мешочницы. А где вы продавали? В Алма-Ате? Нет, дело там было так, что нужно было... Денег нет. Нужно ехать в Польшу. Мы к знакомым поехали, мои подруги. И нам сказали, вы знаете, там можно ХБ продать. Мы пошли в магазин «Богатырь», на Жандусова-Гагарина. Купили сам мы все-все-все хлеб, большие чемоданы, повезли в Польшу. А это никому не нужно было. Мы стояли три дня, торговали. В Польше продавали. В Польше, на границе с Германией, в военном городке. Торговали, торговали. И вот, вы знаете, ничего не идет. А возвращаться-то нельзя, что денег нет, ничего нет. Вы знаете, я от отчаяния... А у нас там был небольшой магнитофон. Нам дали соседи и говорят, ну, поставьте. И вот как раз там узбекские песни какие-то были такие заводные. Я чувствую, что все мимо проходят. И вот от этого отчаяния, что нужно завтра улетать, уезжать. И мы ничего не продали. У нас нет дедник. И мы вернемся вообще не словно хлебавшим. И я начинаю танцевать узбекские песни. Под песней узбекской танцевать. Привлекая тем самым народ. И понимаю, пани, панове, пожалуйста, берите. Вот вообще задарма там. И они, видно, пожалели нас, бегных девушек из Казахстана. А через Брест, как мы проходили. Все то, что мы купили, нас хотели отобрать. И я как представила свои глаза моей девочке, которая, знаете, не оденет эти бантики и белые колготки. Так я, вы знаете, такая тигрица там была. Такая это самое. Я готова была пограничников просто разорвать. И я, когда приехала, я поняла, что мне ничего не страшно. Если я через этот ад прошла, мне ничего не страшно. И мы начали торговать и собирать вокруг себя своих женщин, которые вот, мои ровесницы, которые остались. А сколько вам тогда было лет? Ой, вы знаете, у меня было совсем немного. Как вам сейчас? Вот интересный человек, да, как челночницы. Вот вы же говорите, что появилась категория женщин-челночниц. Челночницы. Вот время такой перестройки действительно взять вот эти вот большие сумки и поехать в другую страну. Вот вы поехали, почему-то выбрали Польшу, да? Это была первая страна, куда можно было. Потом открылась Турция, потом открылась Китай. Но это уже был пройденный этап. Когда я закалилась, я поняла, что это... А сколько лет вот вы занимались этой торговлей? Вы знаете, я занималась совершенно немного. Я занималась в 89-м году, я это занялась, и в 94-м году я поняла, что я вот такая уже известная предпринимательница. У нас в городе было совсем немного женщин-предпринимателей. То есть у вас уже контейнера появились свои? Да я сахар не поставляла на Восточный Казахстан. Есть свидетели до сих пор. То есть начали с колготочек? С колготочек, а потом, знаете, в раж ходишь и берешь все. То есть у вас появился первый капитал? Вы знаете, вот капитал трудно назвать, потому что все обесценилось моментально. Опять? Все абсолютно. Ну вот уже ты пробуешь там, получается, пробуешь здесь, получается. Ты продавал МАИЗ, печенье, потом переходишь на сахар, потом переходишь на опт, потом поднимаешь самолеты. И вот таким образом ты все это... Ты понимаешь, за что ты не берешь, все получается. А как пришла мысль об ассоциации деловых женщин? Знаете, я так подумала, что там вот, знаете... Почему именно к вам пришла эта идея? Вот собрать под свое крыло... Четыре года, четыре года под подряд, мои подруги узбечки, которые очень успешны. Узбекистан тогда был просто... Вы знаете, у нас ни Света, ни в Чемкенте... В торговле были успешны? Они везде были успешны, особенно в торговле. И вот они тогда говорят, Рушан, ты почему не создашь ассоциацию? Я говорю, что это такое? Ни комсомол, ни партия, ни профсоюз, а что ты с ними делаешь? Он говорит, приезжай, посмотришь. Я когда посмотрела, это вот в глазах свобода, в делах результат. И они все такие красивые, раскрепощенные, неотяжеленные, какие-то всеми дизгодами. Я это вот все это увидела, я сказала, я хочу это. Я хочу, чтобы наши женщины в Казахстане были такими. Я хочу, чтобы это было так, чтобы мы не выживали, чтобы мы не согнулись под тяжестью времени, чтобы мы вот, ну вот, знаете, вот не из обсто... А вот чтобы это было по желанию. Вы знаете, я тогда посмотрела, я сказала, я хочу такую ассоциацию. То есть у них уже в это время ассоциация была? В это время они на 4 года раньше нас, и у них уже это во все процветали. Вы знаете, мы уже не вышли на площади, мы не вышли на Майдан, мы не вышли, мы просто выживали, дали возможность выжить нашим семьям. И, знаете, в этом отношении наша глава государства нам сказала такую огромную благодарность. Он говорит, вы, женщины, спасли государство. Вы выжили, вы выжили вместе с семьями, не дали вот согнуться. И, вы знаете, у нас в мыслях не приходило, что мы куда-то должны выйти, и что мы где-то у кого-то требовать должны. Мы понимали, что все зависит от нас. Моя семья, я не говорила в рамках государства, но каждая семья, она этим занималась. Мне кажется, просто, когда у женщины есть дети, первая мотивация, когда нужно встать и не думать о том, что делать, а нужно просто пойти и сделать. Ну, что я пойду у президента спрашивать, а где бантики моей девочки, да, или где колготочки, да, ну, это смешно. Ну, и тем не менее, немножко ушли от вопроса. Основная задача. Основная задача. Да, вот понятно, что в вашей организации деловые женщины, это те, что начинали, вот как вы, с челножницы, это предприниматели, в основном предприниматели. Да, в основном, и основное направление, целевая группа, это женщины-предприниматели, которые сами себя сделали. У вас общественная организация? Общественная организация. Никакого государственного статуса у вас нет? Абсолютно, нет. Вы на общественных... У вас есть зарплата? Да нет, конечно, я сама себе ее. Нет, у нас есть проекты, мы которые делаем, нас никто не содержит, никто не... Мы каждый раз сделаем план, что мы по этой линии. Вот у нас первая целевая группа, это женщины-предприниматели. Вторая целевая группа, это те, кто в нас нуждаются, это женщины-безработные. То есть вы помогаете? Ну, конечно, помогаю. А каким образом? Обучаем, трудоустраиваем, помогаем открыть собственное дело и говорим, я твой наставник, я знаю, как это надо сделать. Ну, давайте пример возьмем. Возьмем женщину с аула. Да. Она доярка. Да. Хочет выпускать молоко. Вот, пришла к вам. Что? У меня есть хорошие коровы, 10 коров. Они дают хорошее молоко. Каким образом ассоциация делающих женщин помогает таким женщинам? Вот я вам просто хочу сказать, что дай бог сейчас государство так помогает вообще бизнесу, развитию предпринимательства, в том числе женскому предпринимательству. Целая линия есть развития женского предпринимательства. Конечно, мы с ней встречаемся и говорим, что ты хочешь. Ты что хочешь с этих коровушек сделать? Просто себе доедешь? Или ты хочешь дальше развиваться? Есть программа ДОМУ, есть программа Европейского банка реконструкции. Ты можешь консультанта пригласить безвозмездно на грамтовой основе. И он тебе скажет, что как из пяти коров сделать 50, как сделать ферму, как здесь переработать, куда это молоко дать, куда его сдать и так далее, и так далее. Она говорит, да, меня это устраивает. И мы начинаем с обучения, мы начинаем с разговоров, мы начинаем с наставничества. И все время она с нами. Когда она одна, она боится даже об этом подумать. Уже женщины такие. Вот нет же мужских неправительственных организаций, а есть женские. Мы должны обязательно сказать друг другу, глаза, поделиться планами, поделиться каким-то секретом. А если я вот так сделаю? И когда она увидит, скажет, о, у динары такое шикарное оплатное, а почему я так не могу? Да ты можешь. Точно так же в бизнесе. То есть в единстве силы, да? А, правильно. Рушатна Григорьевна, мне кажется, что сейчас многие женщины желают вступить в эстетацию сделанных женщин, прежде всего для того, чтобы... Это стало уже престижно. Престижно раз. И попасть туда очень тяжело. Да, и попасть тяжело. Рекомендации нужды. Да, то есть ради престижа. И, во-вторых, мне кажется, чтобы защитить себя и свой бизнес. Я понимаю, что бизнес сегодня, это, ну, на Мальдивах лежать. Бизнес – это очень тяжелое бремя. Это невероятно тяжелый труд. Это ты забываешь абсолютно. Как говорится, я за бизнес вышла замуж, я с бизнесом живу, я продолжаю с бизнесом дальше идти. Потому что абсолютно все твои мысли, как это сделать, это мало то, что произвести этот продукт, это же молоко, а его же еще доставить, чтобы он по дороге не скис, чтобы он был у потребителя, чтобы это было качество. И на каждой стадии везде бумаги, разрешительные, лицензии, продвижение, тут, 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 тут. Это вообще просто. Легче сдать в аренду квартиру в городе Астане и иметь те же... Ну, наверняка к вам в Астанцию просились женщины, которые не занимаются бизнесом, но при этом имеют какой-то доход, да? То есть благодаря супругу, например, благодаря отцу. То есть вы таких женщин... Который свалил что-то с неба... Ну, были наверняка за 20 лет. Ну, были, были, конечно, я не скрою. Но они понимают, что мы на разных полюсах, мы живем этим, мы горим этим, нас это интересует. А она понимает, что это не ее, это не тот разговор. Когда она хочет сказать, а вы знаете, я вот была на последней миланской распродаже, или там была на Fashion Week в Париже, я вот это себе купила. А не это нас интересует. Абсолютно. Если бы она сказала, а вы знаете, а я была вот на глобальном саммите женщин, так вы знаете, все временные квоты специальные для продвижения женщин в политике, вот это интересно. Да ты что? А как? А что они сделали? И мы понимаем, что мы собраны... Миланская распродажа вообще вас не интересует. Скажите, а вот эта дискриминация женщин, она существует во всем мире? Или только в странах Востока, скажем так? Вы знаете, дискриминация есть на законодательной основе, да, это, и очень четко проявляется в восточно-патриархальных странах, да. Более. Да, более ярко, вот видите, да. Есть дискриминация такая косвенная. Как бы вот законодательная нет де-факто, но де-юр она существует. В Европе? Да, и в Европе, и у нас. И у нас, например, на сегодняшний день до сих пор относятся к беременной женщине на работе. О, она забеременела. Как к инвалиду, в общем. Да нет, она тягость, она же будет завтра сидеть с ребенком, у нее больничный, потом на ее место никого не примешь, она должна, понимаете, три года или два года, значит, или примешь. И у нас эти женщины стараются до последнего прятать свою беременность. Да, и это не хорошо, это не есть хорошо, потому что нас Всевышний наградил быть женщиной. Мы столько эмоционально переживаем и ощущаем все, вот зачем мы пришли в этот мир, да, рождение ребенка, вот это, ну, все, что связано с детьми, особенно, когда становишься бабушкой, ты это ощущаешь еще быстрее, еще ярче. И ты понимаешь, что мужчина, может быть, он огражден от этой яркости, от этой эмоциональности, от этого переживания и так далее. Может быть, не все мужчины это так чувствуют. И ты свою вот эту эксклюзивность почему-то начинаешь прятать, ты почему-то начинаешь ее стесняться. Нет, ну на самом деле это же проблема. Это проблема. Реально, допустим, я возьму себе на работу девушку, мне тоже невыгодно, чтобы она беременела. А я сама женщина, я понимаю, я переживала. А чем вам невыгодно? Если раньше это было баян, вот до того, как мы, государство на себя взяло все это, а сейчас чем вам она невыгодна? Она получает уроки, да, она получает, она становится мастером своего дела. Я ее обучаю, вкладываю в нее, она беременет, уходит, я ей должна выплатить все пособия. Абсолютно не вы, государство. Окей. Когда раньше это было вы, вам вообще на дух не нужно было. Вообще. А сейчас все это берет на себя государство. А чем она невыгодна? Она вышла, пришла временно, кто-то на нее. Ты говоришь, дорогая, ты вернешься или не вернешься? Нам надо с вами разговаривать, потому что те заблуждения, которые были когда-то, о, беременную не возьмут, беременную быстро увольят, а ты на самом деле есть. Надо разъяснять. И у нас на этой есть телефон, горячая линия, 69-69, пожалуйста, звоните. А вот эта дискриминация, что, например, Баян, как продюсер, заключает договор со своими девочками, о том, что они в течение какого-то времени не могут выйти замуж и, конечно же, забеременеться. Это, знаете, это же осознанная дискриминация. То есть это девочки, которые приняли эту дискриминацию? Это проект, это на 3 месяца, на 3 года, на 5 лет, на 15 лет. И она осознанно. А когда ты понимаешь, что тебя сплошь и рядом берут, потому что ты, не берут, потому что ты девушка молодая, не обучена, плюс ты еще беременная, плюс ты еще на второго пошла и так далее, это другое дело, это две разные вещи. Если девочка говорит, да, я не планирую в течение трех лет выходить замуж, тем более рожать, я могу с вами переработать. Это же нормально, это деловое соглашение. Ну скажите, а за 20 лет, вот то сейчас, о чем мы уже говорим в течение получаса, о дискриминации женщин, реально что-то поменяло, что-то сдвинулось? Конечно. Ну мы сейчас говорили о том, что у нас 30% женщин в парламенте. Нет, еще нет до 30. Если еще одна женщина будет... А сколько было 20 лет назад женщин в парламенте? Было всего лишь 3%. В 10 раз увеличение? Еще как? Мы же над этим работали и так далее. Ну, во-первых, есть политическая воля главы государства, который с первых дней независимости Казахстана, он сделал столько преференций, он столько создал условий для того, чтобы инициативы женщин, это вы знаете, это не потому, что женщины у нас такие, они на самом деле яркие, они активные, они равнодушны, но еще нужна, знаете, такая поддержка, такая негласная. И вот это называется гендерная политика. Когда сегодня две половинки понимают, что жена не может сидеть просто так. Ну то есть здесь нет баланса в любом случае. Вы сказали, что мужчина поддерживает женщину в любом случае. Да. То есть здесь в любом случае неравноправие. Нет, мужчина всегда поддерживает женщину, потому что, вы знаете, разве женщина не может поддержать мужчину? Она всегда поддерживает. У нас же, знаете, у нас система между мужчиной и женщиной, как перетекающие сосуды. Такое печенье, что нам просто позволяют быть человеком. Подтекст. Вот позволяют, может быть, даже так надо сейчас говорить, потому что есть иногда и не позволяют. И мы настолько сегодня свободны. А мы свободны почему? Потому что у нас генетически в прошлом создали эти условия. И мы сейчас над этим не взвозь. Мужчины создали, вогнали нас в такие условия. Нет, не вогнали. Вот казахи говорят, кзнжол, женщине. Путь девочки очень такой хрупок. Вот хрупкие. Она, во-первых, дома всего лишь 13-14 лет. В нее вкладывают самые лучшие. Она гостья дома. Ей не позволяет там, знаете, там вообще гнобиться и так далее. Девочка гость дома. В нее самое вкладывают. И когда она выходит в другую семью... Там начинается... Там, может быть, начинается эра калькилинок, но как она себя поведет. И если, как бы всегда, опять же, у казахов есть, хорошая жена и плохого мужа сделает баем. Плохая жена и бая сделает дураку. Рушан Бергланов, давайте поговорим о вашей политической деятельности. Я знаю, что вы четырежды кандидат в депутаты мажориста парламента. Я даже помню, как-то мы на партийном съезде встречались, где вас тоже объявили в списке. Вы сейчас в резерве. Почему вы до сих пор не в мажористе? Ну, наверное, вопрос не ко мне. Это каким-то другим органам власти. Но вы знаете, первый раз, когда я в 99-м году баллотировалась с самовыдвиженцем, и у нас было 10 женщин, вот мы как раз поехали по программе женского политического лидерства в Америку. И тогда госпожа Хиллари Клинт, будущая первая леди страны, она с нами проводила такие тренинги и так далее. И она тогда сказала, знаете, победить – это не самое главное. что за выборами есть жизнь другая. То есть на выборах не заканчивается эта жизнь. Вы знаете, это как-то у меня так, как рецепт от разочарования, от твоего усилия каких-то. Очень мне помогло. То есть главное – участие. Да, это как в олимпийском, да, главное – участие. Но вам не обидно, вот честно, что вы четыре раза были кандидатом? Конечно, конечно, обидно, обидно. Какой разговор? Это же не просто так, знаете, ты же там усилия прикладываешь и так далее. И ты на самом последнем где-то списках ты не проходишь. Все время резервы, уже новые выборы, а ты до сих пор в резерве. Мне казалось, что я вот на каждом новом уровне все время буду больше, принесу пользы для женского сообщества, для законодательного, потому что я уже многое умею, многое знаю в деле продвижения гендерной политики, в деле продвижения женщин, их интересов. И я как бы на самом деле… Но есть у вас еще надежда, что вы все-таки там будете? Конечно, надежда умирает последней. Разговора даже нет. Я знаю, что ассоциация имеет право выдвигать тоже в кандидаты, депутаты, в маслехаты, в мажелис. То есть от ассоциации можно тоже, да, получается? Конечно, конечно. Но кто-нибудь воспользовался за 20 лет? Вы знаете, на сегодняшний день на уровне областных маслехатов, ну абсолютно почти все женщины это наши, районных, сельские акимы, это все женщины, которые прошли школу женского лидерства, это клубы женщин-политиков в регионе. Мы знаем буквально всех посписочно в каждом регионе, в каждом уже районе, какая женщина неравнодушна, активна. Ее, может быть, чуть-чуть немножко подучить, ей, может быть, надо дать немножко знаний, ей дать информацию. А как вы продвигаете? Это ведь что-таки в нашей стране, мне кажется, чтобы кого-то продвинуть, это нужно с нужными людьми пообщаться. Но все равно что вы. Нет? Что вы, да нет. Вот сегодня, когда мы говорим о программе президента Нурлы Жол, Нурлы Жол, новые возможности. Мы как раз и говорим, что нужно формирование вот этого кадрового резерва женщин. Это сегодня приходит эра мягкой силы, когда ты не должна быть нашим синим чулком на партсобрании, ты должна быть такой же женственной. И, может быть, это твое орудие обаяния. И когда ты при всей своей женстве еще и умная, ты еще позитивная, ты еще продуктивная, ты можешь это все сделать. Вот чему мы сейчас этому учим. Вот у нас сельские округа, выборы были. Вроде бы казалось, ну какой сельский округ? Боян, ты не поедешь, мы там не живем, да? Убираем женщин. Против нее трое четвертый мужчин. Вы знаете, и она сильно идет, кандидат туда, вызывает Аким и говорит, так, давай снимай. Она говорит, почему это же? Я не буду снимать, меня подготовили, я прошла через школу женского лидерства, я готова, за мной женщина. Он говорит, ладно, хорошо, вызывает мужа. Эй, она Элленде. Она говорит, нет, я буду поддерживать даже. Начинают родственников на нее влиять. Ой, бай, яд палат, а вдруг ты там провалишься? Ой, на весь наш род. Ой, что ты делаешь? А у меня там тот, а у меня... И вот это казахское мышление, менталитет, ничего. И мы 120 женщин на сельские выборы, девочки, где там нет денег, где ничего, там нужно дороги делать, там нужно рыки чистить, там нужно воду садить. Это такой каторжный труд, вы не представляете. А раньше это без денег было. А с прошлого года начали давать какие-то деньги. И на каждый сельский округ было 3-4 мужчины-кандидаты. Так вы представляете, когда у нас и поддержка Нуратана была, господину Байбеку, большое спасибо, да? Он говорит, все, Раушан, вот эти списки подготовленных, подготовленные, мы будем тоже их поддерживать, да? Вроде бы и власть поддержит, и все. Но вот этот менталитет, вот это окружение, они не дали же этой женщине. Она говорит, сын Кирюш, Кирюш, и вы представляете? Ну что же, мы с тобой, с тебя столько вложили, мы же так тебя верили, ты должна была пойти туда. Она говорит, а что, мне жить с моим мужем, мне жить в этом селе, я не могу против них пойти. И точно так же с кандидатами. А сколько нужно времени, чтобы поменять вот это все? Вы знаете, это вот, вы как раз говорили, когда насчет Ирины Хакома, она вышла на этой волне, когда это демократия, когда голос свободы, когда должны были все пойти, она продукт своего времени, она вышла на этой волне. Сколько у нее было антагонистов, сколько у нее было противников, вот на силе характера, на поддержке, на этом она вышла. Ну, не знаю, насколько это вот, да, она стала известной женщиной, сколько здоровья, сколько, чем она поплатилась, это тоже еще. Не все женщины готовы ради того, чтобы быть депутатом парламента или Акимом района, жертвовать семьей, жертвовать своими какими-то домашними связями, родственниками и так далее. Это не каждый, это должно быть время, это не просто так, вот знаете, для галочки, это не пойдет. И мне очень нравятся наши женщины, потому что они очень разумные. Скажите, а вы жертвуете? Где-то поначалу это была жертва, это была жертва, не нужная была жертва. И может быть, и я очень много пожертвовала, потому что я мало уделяла детям времени, разошлась с мужем, и это в силу каких-то вот таких, знаете, феминистических взглядов, да? То есть вы сказали, мне важнее. Я потом, это пришло с возрастом, и мне сказали, да, я сейчас этим жертвовать не буду. Если у меня сегодня семья, благополучие моей семьи, и ставить на другую чашу мои амбиции, политические и так далее, нет. Никогда. То есть, если завтра вам предложат статус депутата Мажелиса, а это же очень ответственно, это постоянные поездки, то есть все-все-все, и ваша семья... Я сейчас более без статуса у меня такая жизнь, но она у меня в гармонии. Она у меня сегодня в гармонии, во-первых, с собой создает, в гармонии с моей семьей, в гармонии с моим супругом, и они поддержат, они мне говорят... В общем, министрам вы точно не согласитесь? А министрам я, наверное, не думаю, что я буду, и мне нужно ли быть, потому что это другая государственная служба. Если вдруг завтра государству понадобится ваш опыт по Траушану Сарсенбаеву на должности министра, то есть вы неужели откажетесь? Вы знаете, вообще всему нужно быть разумное отношение. Я не смогу быть министром, потому что если министр по делам женщин, да, еще можно, а если просто министром просто для экономики, хотя у меня кандидат экономических, или сельских, конечно нет, малоорганизаторов способных, нужно еще быть в тренде, нужно знать эту отрасль. И, наверное, мы выросли и встали ради вот такой галочки или ради там статуса быть министром. Знаете, я думаю, что если ты карьерный рост это делаешь, это да, и министр это твоя высота, это да. У меня ощущение, что ваши амбиции еще не до конца реализованы. Я с тобой согласна. Я с тобой согласна. Мои амбиции сегодня 20 лет ассоциации. И я хочу, чтобы наша ассоциация, наше женское движение Казахстана, оно было самое лучшее в мире. Вот это, да, мои амбиции. И здесь какие-то политические партии. Я просто понимаю, что наши женщины абсолютно ничем не хуже других. Они образованы, они красивые, они могут, они себе подать могут, они могут сказать. Но это только те, кто вот сейчас, вот вы говорите о тех женщинах, которые действительно понимают, что лучше не конкурировать, а сотрудничать, работать вместе. Но это, ну то есть, их очень мало, это какой-то маленький процент женщин. Это надо их воспитывать. Как женщинам объяснить, что если твоя соседка, твоя сестра завтра будет в областном маслехате, если она будет завтра областным акимом, то что в первую очередь, эти блага будут сказываться на твоей жизни. Это блага. Какие блага? Это больше работать, это больше плохая, это больше быть ответственным, это еще больше, 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 больше. Это никакие блага. Что такое депутат областного маслеха? Так что блага? Ну элементарно завтра прийти и там помочь выбить какой-то кредит. Да ну что вы. Девочки, мне кажется, сегодня сейчас вот все, вся система, она особенно, когда принималась программа Норла Желк, президент, очень четко и ясно сказала, хоть одна тинка, одна копейка уйдет от программы, пеняйте на себя. Мы пришли уже к открытому обществу, мы пришли, когда все решения прозрачны, мы пришли к тому, чтобы принимать правильные решения и чтобы это общество поддерживало. Это не потому, что какому-то министру захотелось, да сейчас труд министра. Не, но тем не менее, какие бы программы ни принимались, коррупцию-то никто не отменял. Вы знаете, коррупция, как извините, проституция, она в каждой стране своя. Гендер-тендер, коррупция, проституция. Или она пышным светом светет, или еще, насколько это позволяют общество, сама система. Нет, вы говорите, что принимаются законы, принимаются правильные, разрабатываются программы, это все, конечно, но тем не менее, люди умудряются и даже на посту премьер-министра проводить. я просто тебе хочу сказать, что все равно это уже прошедшее время, это уже, это уже, ну, единицу кому-то понадобится, еще кто-то. Сейчас все открыто, все прозрачено. Я вот сейчас про проституцию вспомнила, как вы однажды сказали о том, что проституция, это вообще очень такая выгодная экономическая сфера. Вот я как моральная, как мать, как бабушка, конечно, это плохо. Это очень, ну, с моральной точки зрения, безнравственно, торговать своим телом, это самое, но это мощный экономический инструмент для зарабатывания денег, это экономическая сфера, как и торговля оружием. Это там, где мощным потоком идут финансовые потоки. И здесь, конечно, бедные девочки, которые там 13-14 лет, 15-16 лет, они становятся орудием этого произвола. И там, если будет экономическая, то есть, среда, и все развитые страны, они пришли к этому. Да, это морально ужасно. То есть, вы хотите узаконить это? Я не говорю, что это узаконить надо. Если оно, да, может быть, это легализовать. То есть, какие-то официальные дома? Узаконить или загализовать, это разные вещи, да? Узаконить, да, мы мерим, да, вот эта девочка... Налоги платить? Это налоги платить и так далее, это правовое поле внести и так далее, да? Вы знаете, поверьте, будет меньше женщин страдать, меньше девочек, которые будут сегодня с борьбой... значит... А как вы по себе это представляете, Шанберган? То есть, это должны быть какие-то специальные публичные дома, в которых должно работать определенное количество женщин, и которые платят налоги, да, от своей... свою заработку? что все связаны с продажей тела, вот порно, журналы и так далее, у них есть особое место, они должны там только в одном месте продаваться, но поверьте мне, если мы идем в тридцатку развитых стран, да, и на первом месте сейчас пятерки развитых стран, это Норвегия и все скандинавские страны, и гендерная политика у них на самом высшем уровне, не вопрос экологии, не вопрос экономики, не вопросы бедности, занятости и так далее, а именно гендерные вопросы, потому что они четко понимают, что очень справедливо учитывать, Динарочка, твои интересы, или даже не твои, будем говорить, да, учитывать интересы твоей доченьки и твоего сына. Ты за это? Ты, наверное, за это. Ты же не различаешь от твоих детей, мальчик или девочек, но ты хочешь, чтобы их интересы, их права, а, были защиты, были учтены, и они продвигались, и не ущемлялись, точно так же и так, здесь, вот в этом отношении, когда мы все это правовое поле проводим и говорим о том, что нам нужно защищать женщин, продвигать их интересы, продвигать их в политику, потому что проблемы общества озвучивает только женщина, потому что она их пропускает через себя, и она не может не говорить о них, потому что, Динарочка, приедя в садик, ты скажешь, ой, слушайте, что это такое, почему это с детским питанием, или почему садиков, мест не хватает в садике, почему нянечки там не получают пенсию, и так далее, ты начинаешь об этом будировать эти вопросы, ты начинаешь говорить, ой, на уровне Акимата это не решают, а где решаются, на уровне Маслихата, а кто это решает, а мужчины тебе, ты о чем, Динара, ты о чем, какие садики, о чем ты говоришь, у нас сегодня 32 тысячи населения в Астане не получают квартиры, то есть стоят в очереди квартиры, у нас 70 тысяч мест не хватает в садике, в Астане, я думаю, а почему делают, они же когда вырастут, понимаете, вот такие глободневные вопросы пропускают только женщины, она, а, их озвучит, б, она их продвигает, тре, находит решение, ц, она мониторит, как это решается, и это во всем мире так. Динарочка, я вот просто хочу сказать и всем женщин обращаюсь, мы женщины пришли в этот мир, прежде всего реализовать себя, свою женскую сущность, стать матерью, стать хранителем сачага, быть женой, быть сестрой, быть, вот это самое первое. Но этого же мало. Да, и потом, если ты уже стала, осознала вот это сделать, у нас, знаете, сейчас я как социолог вам хочу сказать, у нас появилась категория девушек, которые никогда не были замужем и не хотят, и внушали все время, ты должна сначала закончить там школу, хорошо отучиться, по балашаку там, там еще где-то, да, сделать себе карьеру и только потом ты должна выйти замуж. Это дети, родившиеся где-то в 90-х, да? и вот вокруг и рядом. Это термин социальное одиночество. Да, это социальное одиночество. А что действительно плохого в том, чтобы закончить школу, университет, состояться в профессии и после этого в 30 лет выйти замуж. Что в этом плохого? Нет, в этом ничего плохого нет. Надо все делать вовремя. Твой 30-летний партнер, сокурсник твой, он на подсознание, на физиологию, он выберет другую, которая помладше, потому что ему нужна женщина, которая будет, а, родить здорового ребенка, естественно, и она понимает, что она уже вымучена за годы учебы и так далее, и так далее, и у нее сформировался характер, и вряд ли она будет себя так вести, как подобают женщине, келинке, или там, значит, жене. Потому что она уже сформировалась, да? Она сформировалась. Да, я сейчас очень раз переживала за своей дочерей. Да. Потому что действительно не знаешь, то ли их замуж выдавать, то ли все-таки замуж. Как я это, собственно, и делала. Закончить учебу, определиться с профессией, а потом выходить замуж. А вот сейчас вы говорите совершенно другую. Абсолютно меняете мое мировоззрение уже. В том-то и дело. И мы этим занимаемся, и это правильно. Когда у меня моя дочь в 19 лет, значит, закончила в 20, ну, почти в 20, поступила в Балашак, тут получилось предложение, и все, конечно, были за, чтобы она поехала учиться. Я сказала, нет. Это мы не упустим. Пусть она станет женой по любви. Ну, тогда когда же делать из дочери премьер-министра? Сейчас все, пожалуйста, она учится, она поступила, она... То есть она успела и замуж выйти, и ребенка родить, и сейчас она обучается. Это природа, которую она не терпит, понимаете, чтобы ей заменяли какими-то, ну, вашими амбициями, или вашими амбициями, или амбициями других. Все нужно делать вовремя. Я это, к сожалению, очень поздно поняла, но правильно поняла, поэтому, наверное, много изменила в своей жизни, много пересмотрела. Я же была ярой феминисткой, и вообще абсолютно... А сейчас вы гендеристка. А я сейчас гендеристка, потому что феминистки, чем отличаются от гендеристок? Феминистки защищают только права женщин, а гендеристки еще права мужчин. Аршанда Григорьевна, спасибо вам большое, спасибо, что пришли к нам и рассказали очень доступно и дали очень ценные советы. И действительно, в своей жизни... Я, кстати, задумалась, действительно. Правда, Баяк? Да. Ну, если вы задумались, я уже знаю, что я уже... Не, ну, ты-то в своей жизни все сделала вовремя. У меня две дочери. У нас время другое. Мы не задумались, мы время другое. Но мне моя мама тоже говорила, окончи потом, только замуж. Закончи, сделай карьеру, получи образование, значит, квартиру, и только ты тогда. Я так думала, да, я с квартирой-то всем буду нужна. Оказывается, нет. Молодость, берет свое. Девочкам сколько лет? Ну, вот уже. На подходе. Можно выходить замуж, скажем так. Все, отдавать и не глядя. Тем более, есть жених. Тем более, не давать. Не надо, не надо. Это самое главное. Самое главное в этой жизни выйти замуж? Самое главное быть матерью. Стать матерью. Родить детей. Вот это самое главное для женщины, девочки. Ничего лучше и прекраснее нет. А потом стать бабушкой. Еще лучше. Прошу, другая, я с вами согласна, потому что действительно, когда ты в молодости рожаешь, и ребенок с тобой растет вместе, и ты уже занимаешься своими делами, и эти дети, которые рядом с тобой, они тебя все время мотивируют, продвигают, и ты растешь над собой, и действительно, и бакалавриат, и магистратуру, и аспирантуру, и прочее можно закончить уже с детьми. Конечно, конечно. Спасибо вам большое, что вы все-таки не феминистка, а гендеристка. Я думаю, хамажай танцую. Очень даже пересмотрела свои взгляды. А раньше вы были такой? Пришла, и этим жетоном все встали, быстренько отжались, побежали и так далее. Это очень... Сколько вам было лет, когда вы поменялись? Ну, уже взрослая. Ну, сколько? 10 лет тому назад у меня уже было... Ну, вот я защитила кандидатскую и в процессе вот работы социологии, вот этой самой гендерной теории я поняла, что же я делаю? Я же разрушаю себя. То есть в 40 лет можно поменяться? Конечно. И в 30 лет можно поменяться. А наших девочек надо вообще менять. И это воспитание надо говорить. Это уважение к старшим, это уважение к мужчине. В первую очередь, девочки, как бы вы не были яркими звездами и такими... Это уважение к мужчине. Вот он мужчина, и ты не должна переходить ему дорогу, как у меня мама. Не-не-не. Жен боль медит. Это... Если мужчина это тихо говорит. Мы от этого выигрываем. Мы от этого становимся богинями, берегинями. От семенистки ничего и не осталось. Плошное... Индеризм. А как это продуктивно, баян? Как это продуктивно? Если я скажу... И когда я перешла на этот путь, вы знаете, результатов-то больше, продуктивность-то другая, эффективность совершенно треть. Это абсолютно... И все. И когда... А мужчины, как тебя? Вот все наши мужчины сейчас пишут, так они сейчас выйдут и будут всем целовать ручку. Правильно. Прекрасный мастер-класс мы получили с тобой совершенно бесплатно. И наши телезрительницы. Вот так, оказывается, надо. Девочки, это однозначно. Вот просто возьмите, проведите такой эксперимент. Мужчина идет, нет, проходите. Не-не-не, вы, мужчина, вы, привет. Глазки опустите, громко не разговаривайте. Я не знал, что она такая, она же такая, она вот такая, она может быть другой. Как ее мужу повело. То есть вы со всеми мужчинами такая мягкая, вы вода, как сказала бы Евгения Фролова. Да, вот, кстати, я смотрела ее передачу, в основе лежит этот гендер. Уж Фролова объясняет на своем уровне, да, вот на физиологическом. А это я все время говорю, потому что секс и гендер, она переводится одно и то же, это пол. Просто все те взаимоотношения, которые мы делаем в интимной обстановке, или там с любимым, или там с родным человеком и так далее, это тоже нужно переносить на социологию, в социум. Это нужно переносить, и от этого будет более гармоничный. И мужчины от этого будут. Вы посмотрите, у вас какой будет успех у мужчин. Как только вы поменяете себя в голове. Так, у нас есть там Всевышний, и потом любой мужчина. Ваш сын, ваш муж, отец и так далее. Все, все по-другому будет, все станет. Это не я создала, это создала природа. И мы должны играть, действовать и жить по законам природы. Мы же рожаем по законам природы. Мы же не создали что-то новое. Ну, в воде родили, ну, там еще где-то, да, в поле. Но еще, ну, мы, сам процесс-то мы не изменили. Надо, в общем, убить в себе самца. Просто искоренить. Нет, девочки, я не знаю, кого убить надо. Просто вот от того, что вы красивые, от того, что умные, у вас только женственности. Вот просто надо вот то самое, то, что у нас есть. То есть культивировать, да, эту женственность? Это женственность. Это вот ее надо. А мы вот там раз-раз-раз. Ах, какой-то, а ты что? Вот это надо культивировать, вот это надо выдвигать. Спасибо за замечательную беседу. Очень интересно, Рушан Пригибов. На нас в гостях была красивая женщина, энергичная женщина. Но я бы сказала, женщина-гуру во многих-многих вопросах наших женских. И мы благодарим нашего официального партнера, салон мебели «Люссо». Всего доброго. Увидимся через неделю. Компания «Люссо». Это мебель и аксессуары от лучших итальянских производителей. Сичи, Скопеллини, Тосканова. Сделаны вручную и по индивидуальному заказу. Мы представляем вам лучшие интерьерные решения и качества, гарантированные европейскими стандартами. «Люссо» – это роскошь, достойная вас. «Люссо» – это роскошь, достойная вас.